Продолжение следует... Продолжение следует... Я представлю фонд имени Миклуха Маклая, а также Институт востоковедения Российской Академии Наук. И вот как раз-таки в рамках проекта экспедиции трёх веков по следам Миклуха Маклая мы вам рассказываем о преемственности отечественных исследований этого региона, отечественных исследований берега Маклая-Новой Гвинеи в XIX, XX, XX, XXI веках. Но при этом, помимо лекций, которые подготовят вас к самим экспедициям, я думаю, вы уже к ним готовы. Поэтому мы создали специальный проект также, специальный конкурс, конкурс проектов экспедиции, по результатам которого каждый из вас может представить свой проект исследований на Новой Гвинеи. То есть, как он будет называться, что вы там будете изучать, что вы для этого с собой возьмёте, чтобы это изучать. И уже в дальнейшем как раз-таки представите его в жюри, где будет входить и Николай Николаевич Миклуха Маклая-младший, и я, и прочие эксперты из Российской Академии Наук. Поэтому будьте уверены, естественно, что каждая из заявок дойдёт до своего адресата. И вот сегодня как раз мы с вами поговорим об исследованиях 2017-2019 годов, XXI веке, которые ознаменовали собой новую веху в российских исследованиях Новой Гвинеи. И теперь учёным уже важно было не только добраться до далёкой Новой Гвинеи, но и при этом наладить взаимодействие между двумя странами. Например, сравнить вот эту современную жизнь папуасов с дневниковыми записями выдающегося учёного, гуманиста, путешественника Николая Николаевича Миклуха Маклая. И, наконец, вернуть память об этих местах всем, кто когда-то в детстве зачитывался книгами о путешествиях Николая Николаевича. И вот после двух масштабных экспедиций, которые были проведены в советское время в 1970-х годах, полевые исследования на Новой Гвинеи больше не проводились. В научной работе опять наступил период затишки, как этот период был после экспедиции Николая Николаевича Миклуха Маклая в XIX веке, после чего вообще сто лет не отправлялись экспедиции. И вот с советских экспедиций 1970-х годов, уже спустя 40 лет, туда отправились снова российские учёные. И важно отметить, что всё-таки важно даже признать, что в начале 19-го, в начале 21-го века россияне несколько раз посещали берега северо-востока Новой Гвинеи. И посещали его как такой наиболее интересный для исследования регион, но комплексных экспедиций туда организовано не было. И вот ситуация изменилась только в 2017 году, когда фондом имени Миклуха Маклая при участии из учёных из Российской Академии наук, из Москвы, Петербурга, была организована и осуществлена экспедиция на берег Маклая. А инициатором этой экспедиции стал потомок по линии старшего брата, полный тёзка выдающегося российского учёного Николая Николаевича Миклуха Маклая-младший, который также является и основателем, и директором фонда имени Миклуха Маклая. И вот одной из его задач стало не только вот это создание условий для возобновления исследований российских учёных на Новой Гвинеи, но и всесторонняя поддержка исследователей, сохранение преемственности изучения вот этого региона российскими учёными. И в первую очередь важно сказать, что вообще зачем в 21 веке организовывать научно-исследовательские экспедиции в эти далёкие от России края? Казалось бы, 21 век, то есть всё уже давно изучено, то есть ничего нового, открыть, стереотип есть такой, что учёные уже не смогут. И вот о значимости таких исследований хорошо сказал Даниил Тумаркин. Это выдающийся отечественный этнограф, руководитель этнографических советских отрядов, которые отправлялись в экспедицию на Новой Гвинею в 70-е годы. Он сказал, что на примере папуасов берега Маклая можно проследить развитие вот этой человеческой цивилизации в том регионе от периода каменного века вплоть до наших дней. То есть важно напомнить, что когда Миклуха Маклая туда прибыл в конце 19 века, там ещё люди жили в каменном веке, у них не было быту железных орудий труда, хотя как бы уже 21-20 век был, вот-вот наступал. И в принципе, как тогда влияли технологии, как сейчас влияют более современные технологии, естественно, всё это стоит изучать, и это такой большой довольно пласт отечественных исследований. И вот в 21 веке Миклуха Маклая-младший поставил своей целью найти информацию о том, что изменилось на берегу Маклая со времён советских экспедиций, и наладить дружественные всесторонние контакты с островным государством. И было принято решение собрать команду учёных, потому что вам тоже важно знать для вашей заявки, что вы будете собирать тоже себе команду учёных, или как Миклуха Маклая, например, проводить исследования в одиночку, для вот этих полевых исследований на острове. И в состав первой в новейшей истории российской экспедиции на Новую Гвинею вошли этнологи Игорь Чининов и Арина Лебедева, а также фотограф Дмитрий Шаромов. Экспедиция вылетела из Москвы в австралийский город Сидней 11 сентября 2017 года, но по ряду причин, то есть задержки отмена рейсов, проблемы с визами, задержались на несколько дней. И предвосхищая следующий уже рассказ по вот этой экспедиции, важно отметить, что в Папуо-Новую Гвинею визу теперь, благодаря деятельности фонда имени Миклуха Маклая, поддержке разлиби посольства России в Индонезии, теперь визы в Папуо-Новую Гвинею оформляются за 15 минут на сайте их миграционного департамента. И в итоге из-за этих всех задержек в Папуо-Ново-Гвинейском городе Матанг, который располагается на берегу Маклая, довольно крупный портовый город, оттуда учёные планировали отправиться на лодки к берегу Маклая. И члены экспедиции там оказались только 16 сентября, то есть спустя 5 дней потратив на путешествия на самолётах в общей сложности целых 6 дней с учётом пересадок, остановок и так далее. Уже в Маданге к экспедиции присоединился в качестве переводчика с местного языка токписин, это разновидность пиджина, то есть это смесь английского и немецкого языка, то есть, например, у них гудавтанун на английском, это понятно как, а гудамэнун, это уже на токписине означает то же самое. И вот это был уроженец Иркутска, католический миссионер Степан Цергиль, который был заранее, важно отметить, приглашу, чтобы вы отправлялись в экспедицию, вы не искали переводчика прямо там на месте, а заранее об этом позаботились. И в этот же день исследователи на судне сэра Питера Бартера, общественного государственного деятеля Папуа Новогвинеи, который оказал большое содействие российской экспедиции, направились к мысу Горогаси. А мыс Горогаси — это тот сад, то то самое место, где в 1871 году высадился Миклуха Маклай и назвал его мифом уединения. Прибытие гостей из далёкой страны, родины Миклуха Маклая стало невероятным событием для местных жителей. На берегу собралось более трёх тысяч человек, которые прибыли с окрестных деревень, и все с нетерпением ожидали появления людей, по сути, действительно, с другого мира. И местные жители, папуасы, например, в честь прибытия дорогих гостей, устроили грандиозное представление с песнями, танцами, пантомимами, организовали всю вот эту встречу, о которой их опять же заранее предупредили. И важно в современных условиях вам, естественно, чтобы не тратить время на появление, объяснение, зачем вы тут и всё такое, вы можете заранее уже сейчас предупредить. Например, в XIX веке Миклуха Маклая вообще отправлялась на независимые земли, там невозможно было предупредить местное население. В советское время тоже это было довольно затруднительно. Но сейчас это сделать легче, это поможет вам быстрее войти в контакт с местным населением и как раз-таки сэкономить время, что самое ценное. И во время вот этих праздничных мероприятий многие местные жители облачились в традиционные наряды, которые используются до сих пор во время праздников. И они как раз не изменились с момента путешествия Николая Николаевича Миклуха Маклая в XIX веке. По окончании торжеств участники экспедиции отправились в деревню Гаренду и были размещены там в одной из семейных хижин, где им предстояло пробыть в течение 10 дней. И кроме деревни Гаренду, исследователи также проводили исследования и в соседних деревнях, это были деревни Бонгу и Гумбу, которые располагались в нескольких километрах друг от друга. И нам надо учитывать, опять же, что центральной является деревня Бонгу. Там находится, например, местная школа для трёх деревень. Школа эта рассчитана на 500 учеников разных возрастов. И в этих школах они могут получить образование по российским меркам до 7-8 класса. Причём образование это на английском языке и на своём вот этого родном языке деревня. В самой деревне Бонгу проживает около трёх тысяч человек. Справа от неё граничит она с деревней Гаренду, в которой проживает тысяча человек. А в деревне Гумбу проживает около 700 человек. И вот при проведении полевых исследований выяснилось, что только жилище лидера деревни и клана Гаренду Аселя Туя, Асель Туя — это потомок в пятом поколении того самого папуаса Туя, который стал другом и помощником Миклуха Маклая в 19 веке. И вот эта его хижина, она является вот этим настоящим редким примером того, как строили хижину временами Клуха Маклая 150 лет назад, то есть на земле, вот как мы видим на этом слайде. Но всё же большая часть построек папуасов сохранила вот этот самый традиционный характер, что и во время советских экспедиций. То есть почти все постройки возводились на сваях. Эта традиция возникла здесь в конце 19 века. Однако, в принципе, другие особенности сохраняли все эти деревни. То есть, например, строительные материалы, то есть кровля осталась та же, это были пальмовые листья, стены также разготавливались из-за расшеплённого бакбука. Всё это не изменилось. И вот при более детальном изучении быта папуасов были выявлены и многие другие прочно устоявшиеся элементы их традиционной материальной культуры. К примеру, в обиходе у них всё так же широко использовались вот эти сплетённые листья в кокосовой пальмы циновки, то есть настилы. Для приготовления пищи они применяли глиняные горшочки из соседней деревни, били-били, повсеместно были в ходу плетённые сумки. Правда, в конце 19 века они были только женским аксессуаром. А в основном в них переносили детей, хозяйственную какую-то утварь, но в настоящее время их носят и мужчины. То есть их носят мужчины, женщины, никто этого не сняется, это давно уже вошло в культуру. То есть вот эти плетёные сумки, даже у меня есть такая же плетёная сумка, это очень удобно. Мы даже там общались с ровесником, мы всё попрощались, он её наделал вот так на шею, положил в неё телефон, карточку и прочее, и пошёл также по своим делам. И вот также на папуасах, естественно, встречаются до сих пор различные украшения, например, из клыков дикой свиньи, из ракушек, которые вообще в 19 веке считались там деньгами. И всё это подтверждает, что несмотря на это проникновение предметов современного, вот этого мира, инновационного, папуасы, где этих деревень до сих пор по-прежнему хранят многие своих традиций. А их самобытная культура под давлением инноваций не растворилась, как это есть такой стереотип, естественно, а наоборот гармонично уживается вот с этими новшествами, такими как радио, мобильные телефоны, фейсбуки там, твиттеры, солнечные батареи, современная посуда. Естественно, всё это там есть. И более того, местные жители, естественно, очень трепетно относятся вот к этой, к своей этнокультурной идентичности. И вот в ходе экспедиции 2017 года Миклуха Маклай-младший собрал предания жителей берега Маклая о своём знаменитом предке, который, начиная с XIX века, из поколения в поколение передается своим потомкам старейшины. И в эти воспоминания о выдающемся исследователе и большом друге папуасов поразительно точно повторяют те самые дневниковые записи, которые делал Николай Николаевич Миклуха Маклай. То есть, по сути, можно взять дневник Николая Николаевича, он издан уже, в 2020 году переиздан фондом имени Миклуха Маклая. И вот сравнить вот с теми легендами, которые передают друг другу папуасы из поколения в поколение, это всё будет практически идентично. И вот так вот получается у нас Миклуха Маклай навсегда оставил след в сердцах и преданиях местных жителей. А для того, например, чтобы сохранить память путешественники, местные жители дают своим детям имя Маклай. То есть, естественно, если вы отправитесь на берег Маклая, я уверен, вы этого хотите, вы к этому готовы, то вы не удивляетесь, если встретите там ребёнка или сверстника, или кого постарше, кого будут звать Маклай. И вот важно отметить, что экспедиция у нас была не только, то есть у фонда имени Миклуха Маклая была не только в том, чтобы провести вот эти многоплановые исследования в тех местах, но и наладить культурные, деловые контакты для развития двусторонних отношений между странами. И по этому поводу состоялась, естественно, встреча с местными, российских исследователей, с местными учёными, преподавателями в университете Папуа-Новой Гвинеи. Это главное образовательное учреждение страны. То есть вот он как раз на фотографии один из лекционных залов этого университета. И важно отметить, что в этом университете учатся более 15 тысяч студентов, которые также есть и в филиалах. То есть возможность обучения есть для всех желающих Папуа-Новой Гвинеи. И вот по результатам экспедиции 2017 года были собраны обширные сведения, коллекции по материальной культуре современных жителей берега Маклая. Например, Николай Николаевич Микуха Маклай-младший составил уникальную коллекцию вот эту, то есть более чем 50 предметов местного культуры и быта, большинство из которых были идентичны тем предметам, которые привёз с собой Микуха Маклай в XIX веке. Естественно, по прибытию в Россию эта коллекция была описана при участии научных сотрудников и кунсткамеры. И, в принципе, всё это подтвердило вот эту её высокую историко-культурную и этнографическую ценность, которые впоследствии эти предметы пополнили Музей России. По итогам научных экспедиций 2017 года был выпущен документальный фильм «Человек с Луны», и были подготовлены иллюстративные издания. И вышла выставка, и вышло научно-популярное издание, автором которой стал, опять же, Николай Николаевич Микуха Маклай-младший. И, опять же, зачем я вам это рассказываю? Чтобы вы знали, как подготовиться к экспедиции. Не только подготовиться, не только как её провести, но и при этом представить результаты своего исследования. А чем до большего количества людей вы это донесёте, естественно, тем сама известность и ценность вот этого исследования, она будет, естественно, гораздо выше. И все вот эти хорошие результаты первой экспедиции заложили, естественно, основу для продолжения исследований данного региона российскими учёными, налаживания там более тесных контактов между Россией и Папуло-Новой Гвинеей. Поэтому в 2019 году состоялась вторая экспедиция на берег Маклая, опять же, организованная и проведённая фондом имени Микуха Маклая. Её руководителем стал вновь Микуха Маклай-младший. В состав экспедиции на этот раз вошли этнолог Игорь Чининов и лингвист Ольга Темпл. Кстати, лингвист Ольга Темпл была из того самого университета Папуло-Новой Гвинеей. На берегу Маклая гостей из далёкой России на этот раз уже встречали как старых друзей. И вот члены экспедиции разместились уже в деревне Маклая, то есть это деревня, состоящая из пяти хижин. Она была названа Аселем Туэм в честь Микуха Маклая-старшего и в память о прибытии экспедиции 2017 года. Естественно, исследователи опять же посетили деревни Гаринду, Бонгу-гумбу, где изучали и местный фольклор, и фотографировали, и вели съёмку документального фильма. Естественно, исследования были обширными. Лингвист, например, проводила свои исследования, основываясь на записях Микуха Маклая-старшего, который, стоит напомнить, составил первый словарь из 350 слов неписьменного языка жителей как раз берега Маклая. То есть без письменного языка это значит, что он был только устный, письменности у них не было, и благодаря Микуху Маклаю отчасти он дошёл до наших дней, до наших учёных. И было действительно приятно убедиться в том, что русский язык начали изучать первым, который учёный начал изучать, и он дошёл до наших дней, и поэтому там до сих пор есть слова и топор, и кукуруза, и другие. И как мы с вами знаем, Новая Гвинея — это уникальное место на нашей планете. По крайней мере, из-за того, что люди там говорят на 867 языках. И нередко, например, жители, живущие в соседних деревнях, они могут не совсем понимать друг друга. И в 21 веке для общения всё больше используется, естественно, английский язык, ток писи, на котором мы вам говорили, разновидность пиджина. Ну, естественно, и знают язык собственной деревни, язык окрестных деревень. То есть, по сути, именно четыре языка — это тот самый минимум, который знают новогвинейцы. И на своём примере могу сказать, что они легко усваивают и русский язык, и при этом, когда общаешься там со студентами, с учениками, они говорят, ну, спрашиваешь их о языке, они говорят, вот язык деревни, моей деревни окрестный, английский, ток писин, французский. Ну, и я, вы, русский, естественно, тоже с удовольствием стал изучать. То есть, у них есть к этому прекрасная предрасположенность. Этнолог, например, Игорь Чининов продолжал вот эти начатые в 2017 году исследования современного хозяйственного уклада жителей Гаренду и Бонгу. То есть, оказалось, что он не сильно изменился за последние 150 лет. Его основой остаётся земледелие, рыболовство, охота. Причём важно отметить, что земледелие преобладает над всем этим. И исследователям посчастливилось даже поучаствовать в охоте на дикую свинью и рыбалке. Я уверен, если вы тоже отправитесь в экспедицию, вы тоже сможете всё это прочувствовать на себе. И вот тем самым учёные получили вот эти ценные сведения, которые позволяют утверждать уже, что охота и рыбалка сохранили свои вот эти традиционные элементы в Папуа-Ново-Гвинеи. Отличие лишь сейчас заключается в том, что если 150 лет назад и охотой, и рыбалкой, и прочим занимался мужчина, каждый мужчина деревни, то сейчас на это в каждой деревне есть свой специалист, то есть они в детстве учатся заниматься и охотой, и рыболовством, и прочее, но потом уже выбирают, что им по душе, никто никого не заставляет. И вот в ходе второй экспедиции 2019 года учёными был собран ценный материал о хозяйственном укладе жизни папуасов, о земледелии, рыболовстве, охоте, было изучено состояние бунгуанского языка нынешнего, зафиксированы вот эти изменения, которые произошли за последние несколько десятков лет со времён советской экспедиции 1970-х годов, отснят материал для документального фильма «Ассель Туй, потомок Туя», который я вам опять же сегодня же пришлю в чате. Фильм этот абсолютно новый, вышел совсем недавно, хронометраж у него около 26 минут, поэтому, я думаю, с удовольствием проведёте время за просмотром. И вот этот фильм как раз рассказывает из первых уст, из уст того самого Асселя Туя о сторонах жизни и быта жителей новогвинейских деревень. Естественно, учёными были записаны ценные исторические предания об учёным Миклуха Маклая. И значимым проектом, который вот также свидетельствует у нас о развитии культурных связей между Россией, Папуа-Ново-Гвинея, стало учреждение 12 декабря 2019 года кабинета русского мира в столице Папуа-Ново-Гвинея, в городе Порт-Морсбе. Вот этот кабинет — это первый российский культурно-информационный центр в Папуа-Ново-Гвинеи, причём располагающийся в её столице. А создан он для обучения папуа-новогвинейцев русскому языку, для развития, естественно, также двусторонних отношений в культурных и научных сферах между странами. Поэтому важно понимать, когда вы будете отправляться в экспедицию, естественно, на вас лежит ответственность как представителей России, во-первых, как, точнее, тех, кто сохраняет наследие Николая Николаевича Миклуха-Маквари, но при этом мир постоянно идёт вперёд, и учёные, которые пребывают в такие места, особенно русские учёные, российские, они уже выступают в роли, можно сказать, и дипломатов, налаживая вот этот мост культурного, гуманитарного сотрудничества, научного между нашими двумя странами. Естественно, немаловажным итогом экспедиции 2017-го и 2019-го годов стало то, что все участники экспедиции воочию увидели, что Россию в этом регионе помнят. И на своём примере тоже могу сказать, когда ездили до конца 2019-го года, Россию там помнят и уважают жители, и как берега Маклая, и других провинций страны. А Миклуха Маклая дети узнаёт с детства, узнаёт из школы, узнаёт из университета. То есть этот человек, Николай Николаевич Миклуха Маклая-старший, входит в пятёрку наиболее выдающихся, известных, исторических личностей в Папу-Новой Гвинеи. И помнит как раз его там, и помнит как отношения добросоветских учёных, российских, вот благодаря именно вот этому наследию великого учёного-гуманиста, который подчёркивал, что нам необходимо уважительно в первую очередь относиться к культуре всех народов, которые населяют нашу планету. И вот это уважительное исследование, уважительное отношение исследователя к коренным жителям Новой Гвинеи стало залогом того, что истории о нём передаются из уст в уста, из поколения в поколение, вплоть до наших дней. И то есть передаются они в абсолютно идентичном и точном варианте, что можно сказать, что Николай Николаевич Миклуха Маклай вошёл в их... Ну, естественно, спустя 150 лет его там любят, уважают, и поэтому его наследие там на этих островах и живёт. Так что если вы туда прибудете, вы как раз... Я вас сразу восприму, что вы из Талии Маклай, то есть, как я уже говорил, Талия — это деревня, там нет слова в пангуанском языке, которое означает страну или государство, поэтому вы приедете, скажете, что вы из Талии Маклай, естественно, всегда ждите хорошего, дружественного приёма. То есть, опять же, на своём примере в этом убедился. Сейчас я вам пришлю вопросы по сегодняшней лекции и документальный фильм, естественно, обещанный, который как раз-таки повествует о вот этом жизни и бытии самих новогвинейцев. Я отправлю его в чат, а как только вы получите его, пожалуйста, прошу написать, чтобы всё получили, с вопросами всё в порядке. И мы продолжим с вами уже работать на следующей, на четвёртой лекции, которая будет посвящена приобретению вот этих практических навыков ведения экспедиции. То есть, если мы уже рассматривали историю, современность, то теперь мы будем с вами напрямую уже учиться тому, как отправиться в экспедицию и провести её успешно от начала и до конца. Естественно, также призываю всех участвовать в конкурсе. В конкурсе вы можете подать свою заявку по вот этой ссылке expedition.mikluchamaklai.ru. То есть, у вас есть, чтобы отправиться в вашу заявку где-то более месяца. То есть, вы можете основательно подойти к этой работе, рассказать о своём исследовании, которое вы хотите предложить, и, вероятно, вот ваше исследование, ваш вот этот молодой открытый ум юных исследователей, молодых учёных, он уже как раз-таки позволит расширить и углубить вот эти все исследования новой глинеи, преемственность которых насчитывается уже более чем полуторавековая. Да, вопросы я отправил в чат. Если все получили, прошу отправить в чат что-нибудь, какой-нибудь сигнал, что всё в порядке. И встретимся с вами уже на следующей четвёртой лекции. Прекрасно, вот вижу, получили. Ну и в четвёртой лекции, естественно, также мы поговорим о том, ну, я думаю, вы сами поймёте прекрасно, что должно быть содержаться в заявке на конкурс с этой анкетой. Естественно, чтобы пройти в конкурс, вам нужно будет решить тестовый, 30 тестовых вопросов, которые, я думаю, вы успешно справитесь, потому что вы посещаете все лекции, и впоследствии уже представить свою анкету, свой проект «Путешествие на новую глинею». То есть название исследования, что вы там хотите изучать, каких вы целей хотите достигнуть, что вы с собой будете брать, кого, каких учёных, и, естественно, каких результатов вы добьётесь, и почему вот это ваше исследование именно актуально, и оно, естественно, будет рассматриваться ведущими российскими специалистами по изучению новой глинеи, океани и всего Южно-Тихоокеанского региона. Так что, здесь, на это уникальный шанс, поэтому, естественно, мы рады будем вам по большому числу ваших заявок. Я думаю, все получили вопросы и документальный фильм. Документальный фильм вы также можете увидеть на YouTube-канале фонда имени Миклуха Маклая. Он называется «Асель Туй, потомок Туя». Там есть и русская, и английская версия. Поэтому, естественно, будем рады вашим просмотрам, комментариям, подпискам на YouTube-канал. И желаю вам всего наилучшего. До новых встреч на четвёртой лекции. Субтитры сделал DimaTorzok